Вот это планета Земля. Так, мы будем к ЭГЭ со всех сторон подходить. Я неделю, бывало, ночью проснулся, думаю, ну как, как изложить, чтобы вот сейчас уже двое-трое отключили компьютеры. А знаете почему? Не из-за меня, не из-за нудности. При слове ЭГЭ у них шерсть дыбом. Так вот, это планета Земля. Вот так она выглядит из космоса. Смотрите, вот здесь вот тоненькая прослойка. Это примерно то, что окрашено голубым 10 километров. Вот представьте себе, выше, вот я, это температура, это справка. Температура в открытом космосе составляет минус 270. Вот здесь на высоте 10 километров, кто летал в самолетах, помните, температура за бортом минус 40. Говорили вам, Сардесс? Ну, кто летал на более-менее современных самолетах? На высоте 10 километров, уже минус 40. И от этого космоса 270 градусов, минус нас защищает. Маленькая вот эта прослойка. Вот. А вы знаете, что это, вот я всегда удивляюсь, да, очень много умного показывают по телевизору, люди спорят, ученые. А самое главное, не догадываются. Вот у нас работают котельные, допустим, да, работают. Вот. А она дает пыль. А еще я знаю гигантские эти котельные, теплоцентрали, которые на угле. Вот. Не знаю, как на мазуте, но на угле это точно. Их море. Вот. У нас сторона, это, даешь угля, у нас все рекордные эти. Куда она девается? Ну, куда уголь девается? Вы не узнаете? Печку. Ну, не важно, большая, маленькая, котел, не важно. Вот. А потом дают пыль. А у нас уж школьника, ой, в школе. Я это, почему со школы знаю сейчас, много ли об этом знают другие. Особенно чиновники. Кто это чиновники? Правильно. С которым натянутые тройки, но не с четверок, а с двоек. Вот. Никто не умеет, это не умеет. А в чиновники пойдет. Откуда он знает, что у нас с удовольствием применяется, так называемое, чернение угля. Ой, ну, и... Чернение снега. Вот. Возьмем, посыпем этим же, этим самым, пылью черной, или вот, например, золой. И снег быстро тает. Не знают, да? Вот. Не слышали об этом. А когда котельная, уголь, который, это, половина тепла уходит, вы же знаете, как он уходит тепло? Ну, неудобно уже говорить про это, уже тема назревшая, перезревшая. Там вам и трубы неизолированные, форточки открытые, знаете, да, щель, до массающих щелей тепло уходит. И половина, а куда девается пыль, садится на снег. И что делает снег? Снег, он и без этого, об этом тоже в школе плохо изучали, не то мы изучаем. Снег не только может таять, он еще испаряется напрямую, без этого. Без утепления, без, не это, не та я. Прямо в атмосферу, прям снег, и сразу раз и нет его. А еще чернение с помощью этих самых тепла. И пошло, поехало. А потом, ой, потопы. Снег-то тает, так бы лежал, никому не мешал. А что такое чернение? Ускоренное это. И вот таких примеров, потопы, раз, значит, тепловое, это самое, два, как называется, тепловое, тепловое, нагрев атмосферы, два, вот. Это я говорю о том, о чем вообще никто никогда не заикается. Ну и плюс то, что все привыкли, знают, что вспомните леса. Теперь мы с вами будем еще с одной стороны подходим. Вот, значит, в свое время я придумал такое под названием, и хотел рассказать вам, как я это называю. Запас прочности у растений. Это вновь придуманный, не научный термин. О научном вы знаете, да? Земостойкость, морозостойкость. Вот. Но дело в том, что это то, что мы на виду, и она зараза может замерзнуть при 20, а не замерзнуть при 50. Значит, еще есть какой термин я придумал? Запас прочности у растений. Смотрите. Значит, вдруг Елена Лагунова меня такой приятный сюрприз устроила. Да, прежде чем начать, еще раз попробуем. Смогу ли я показать? Нет. Боюсь открывать это самое. Если меня смотрит Алексей Иванович, пусть извинит. Не получится сегодня, не разберемся тогда это. Меня предупреждал Антон Валерьевич, наш, как бы его назовем, технический директор. Вот. Он меня просил поменьше лазить на эти самые. Если надо будет, я потом отдельно все эти, сюда вставлю все десятки фотографий Алексея Ивановича и все-таки Макарова. И покажу вам одного из самых феноменальных садоводов европейской России. Вот. А видели сад, который самый крутой? Считается в России, но это примерно как сейчас выпускать запорожцы. Где-то, по-моему, на таком уровне остались они. Но я не называю ни фамилии товарища, не называю ни названия этого академии этой. Идем дальше. Запас прочности у растений. И вдруг, когда у меня вот это уже было написано, я получаю и срочно вставляю вот этот рассказ. Богучанский рей. Вначале я понял так, что Богучана это 400 километров. Потом оказалось ее 700 на север. Вот. У меня тут же, я еще слушал ее по телефону, у меня начала крыша съезжать. К сожалению, она сказала одну такую вещь. Почему мы к экологии как бы сейчас склоняемся? Когда вырубили у них Богучанский ГЭС, вот довольно тихо было, не тепло, но по крайней мере тихо было. Вот такая прекрасная тайга. Леса мы со всех сторон вырубили по Богучанскому району и пришли ураганные ветра. Да, поздравляю. Вот. Это все та же система. Уничтожали, уничтожали, уничтожали. Я поэтому вот это, знаете почему я вот эту вот фотографию нашел в интернете, да? Очень красноречивая. Это такая пленочка тоненькая. Это мы от всего. Помните страхи перед озоновыми дырами? Вот. Сейчас неизвестно что будет. Какое будущее нас ждет. Мы собственно руками все это уничтожаем. Вот как Елена рассказала. Вырубили и пошли ураганные ветра. Жить стало невозможно. Это что? Это же люди делали. А начнем мы со школы опять, детского садика. Субтитры сделал DimaTorzok